Седьмое путешествие Синдбада. Корабль Синдбада-морехода, сбившись с пути в тумане, попадает на неизвестный остров. Синдбад приказывает спустить паруса и бросить якорь. Он хочет дождаться рассвета, чтобы отправиться на остров и пополнить запасы водой и пищей. На корабле находится Париса, принцесса государства Чандра. Синдбад влюблен в нее, и их брак должен стать гарантом мира между Багдадом и Чандрой. На следующее утро Синдбад вместе с командой отправляется на остров. Там они заправляются провизией и находят гигантские следы копыта. Эти следы приводят ко входу в огромную пещеру, из которой вскоре выбегает человек в черном плаще и с волшебной лампой в руках. А за ним следом выходит жуткий великан Циклоп. Ревущий словно стадо быков, Циклоп атакует нежданных гостей своего острова. Авторы фильма создали его большим коричневатым гуманоидом в четыре или пять раз выше человека, с покрытыми мехом сатироподобными ногами, заостренными ушами и одним злобным рогом, выросшим во лбу. Жизнь моряков подвергается смертельной угрозе. Сам Синдбад вот-вот будет раздавлен гигантским копытом, но таинственный маг в черном приходит на выручку. Владеющий секретом лампы заклинатель по имени Сакура вызывает Джина и просит его спасти этих бедных людей от Циклопа. Джином лампы оказывается мальчик, который устанавливает невидимую стену между Циклопом и людьми. Ее невозможно ни сломать и ни пробить. Тогда одноглазое чудище перебрасывает через преграду огромный камень. От волн лодка переворачивается, волшебная лампа тонет. Сила магии ослабевает и препятствие исчезает. Синдбад спасает Сакуру и все благополучно доплывают до корабля. Циклоп не преследует беглецов, гуманоид внимательно ищет и поднимает со дна моря утонувшую лампу. Он удовлетворился найденным сокровищем. Герои достигают Багдада. Сакура творит магию на предсвадебных торжествах, временно превращая служанку Парисы в четырехрукое змееподобное существо. Женщина-змея так же, как и все колоритные монстры в этой картине, созданы мастером захватывающих спецэффектов Рэем Харихаузеном. Модели были слеплены из обычного пластилина. Киносъемка велась по кадровым методам. Сам Харихаузен назвал это динамацией. В ходе представления существо своим же хвостом пытается задушить женщину. Но колдун с помощью снадобья возвращает служанке первоначальный облик. Позже той же ночью Сакура тайно уменьшает принцессу, превращая ее в миниатюрную девушку-крошку. Конечно же в данном случае актриса Кэтрин Грант не уменьшилась. Просто были созданы предметы, ровно во столько раз большие, во сколько уменьшилась сама принцесса. Разозлив ее отца, султана Чандры, который объявляет войну Багдаду. Я не знаю, кто ты сделал, отец. Именно этого и добивается Сакура, ведь ему необходимо вернуться на остров и вернуть лампу. Сакура говорит, что необходимо привезти с острова Циклопа в свежую скорлупу от яйца птицы Рок и сделать питье, которое рассеет злые чары и восстановит Парису. Но принцесса тоже должна ехать, так как зелье имеет силу только в замке Сакуры. Синбад соглашается и набирает дополнительных членов экипажа из числа заключенных в тюрьмах халифа. Он обещает им свободу и щедрую награду. Корабль вновь отправляется в страну циклопов. Прежде чем они достигают страны циклопов, головорезы вдохновляются на мятеж коварным Каримам, чтобы захватить корабль и вывесить черный флаг пиратов. Они нападают на людей Синбада. Синбад яростно сопротивляется коварным мятежникам, но силы не равны и под угрозой жизни Сакуры он сдается. В заточении Сакура рассказывает, что сильные ветры должны их отнести к проклятому острову, где обитают демоны моря. Чтобы не сойти с ума от воя, помощник Синбада Харуфа предлагает заткнуть уши. Во время сильного шторма, звуки визжащих демонов, сводят команду почти с ума, подвергая опасности корабля. Карим, зачинщик мятежа, падает из вороньего гнезда фок мачты и разбивается насмерть. Пленников выпускают на свободу и Синбад бросается к штурвалу, чтобы спасти экипаж и провести корабль между скалами. Прибыв на остров, Синбад с Сакурой и их спутники входят в долину циклопов. На всякий случай они делятся на группы. Спустя какое-то время, люди Синбада находят пещеру сокровищ циклопа. Вскоре заявляется и сам одноглазый хозяин острова. Он сноровито начинает отлавливать людей и сажать их в деревянную клетку. По очереди, один за другим путешественники оказываются внутри западней. Последним туда отправляется Синбад, циклоп его аккуратно переносит, а после закрывает крышку клетки. Как оказывается, циклоп обладает рудиментарным интеллектом. Это продемонстрировано в сцене приготовления пищи. Прежде чем съесть Харуфа, циклоп сначала насаживает его на вертел, не забывая еще и табурет под усталый зад подогнать. Сакура слишком озабочен поисками лампы и бросает пленников на произвол их печальной судьбы. Синбад достает ларец и просит маленькую принцессу помочь им отодвинуть задвижку на клетке. И пока циклоп отвлекается на шум, который производит Сакура в поисках волшебной лампы, Парисе удается выполнить задачу и отодвинуть щеколду. Синбад подбегает к Харуфу, чтобы снять того свертела, но видит Сакуру, преследуемого разъяренным циклопом. Синбад бросается на помощь, спасает чародея от неминуемой гибели и отводит в укрытие между скал. Подоспевшие же члены команды пытаются сокрушить одноглазое чудовище копьями. Взбешенный циклоп вырывает старое дерево с корнями и начинает беспощадно давить людей. К этому моменту Синбад вместе с лампой прячется в расщелине и уже оттуда ослепляет циклопа горящей веткой. Затем освобождает Харуфу и хитростью заманивает, уводя циклопа на край обрыва, с которого тот срывается и разбивается о дно пропасти. Сакура приводит Синбада к месту гнездования гигантских роков. Люди проголодались и пытаются разбить яйцо. Удары провоцируют вылупление двухглавого цыпленка. И хоть новорожденный птенец огромен и пытается обороняться, но голод не тетка, и мужчины убивают его. А потом жарят и едят. Синбад приносит скорлупу Сакури и просит его как можно скорее сделать питье. Однако скорлупу надо смешать еще кое с чем в замке колдуна. Эту радостную весть Синбад сообщает принцессе, а та просит разрешить ей спуститься в лампу. В лампе ее приветствует дух по имени Барани. Мальчик глубоко несчастен, так как является рабом владельца лампы, а он хочет быть свободным. На одной из стен лампы написано пророчество. Для того, кто был раньше большим и стал маленьким, путь один. Упасть в бездну и потом опять. Подняться. Принцесса обещает выручить маленького пленника лампы из беды. В ответ на это Барани сообщает принцессе Парисе слова, которыми Сакура вызывает его из лампы. Приди, приди, приди. О дух, явись, явись. Явись и исполни все, что я прикажу. Это заклинание Париса передает Синбаду. Смотрите! Париса прячется. На путешественников с неба обрушивается гигантская хищная птица Рок. Родитель обнаруживает, что случилось с яйцом и яростно мстит людям. Те, кто принимал участие в трапезе птенца, погибают. Харуфа успевает отбросить волшебную лампу, но его самого убивает Сакура. А Синбада хватает летающий монстр и вместе с лампой уносит и бросает без сознания в ближайшее гнездо. Сакура похищает Парису в свой подземный замок. Синбад пробуждается и трет волшебную лампу, вызывая барани. Синбад спешит к своей любимой, но проход охраняет страж, прирученный Сакурой колоссальных размеров огнедышащий дракон. При помощи поворотного колеса Синбад укорачивает цепь Цербера и благополучно проходит мимо дракона. Наконец, в пещерном лабиринте, Синбад находит вход в подземный замок Сакуры. Он подходит к магу и требует выполнения обещаний. У чародея все готово для колдовства и превращения принцессы. Синбад переносит Парису в магический короб, передает Сакуре скорлупу яйца птицы рог, волшебник готовит зелье и, сделав ритуальные пасы руками, с традиционно огненно-дымовой завесой, возвращает принцессу в нормальное состояние. Я сдержал слово. Верните мою лампу. Я верну вам ее только на корабле. Тогда идемте. Когда Синбад отказывается передать лампу, и они выходят. Маг оживляет воина скелета, с которым Синбаду приходится сражаться. Этот поединок один из самых ярких эпизодов фильма. Дело в том, что скелет полностью повторяет движение известного итальянского актера, спортсмена-фехтовальщика и каскадера Энца Музумичи Грека. У Музумичи, кстати, учились фехтованию многие знаменитые актеры. Энца выступил в фильме и как координатор всех трюков. Сначала был отснят поединок Энца с Кервином Мэттьюзом, исполняющего роль Синбада. А уже потом мастер эффектов, Рей Харихаузен наложил на него скелета, изготовленного строго по размерам фехтовальщика. Скелет уничтожен. Но Сакура с помощью колдовской магии устраивает дьявольски опасные лрепятствия на пути Синбада и Парисы. С помощью духа лампы и веревки они их успешно преодолевают. Но останавливаются, чтобы уничтожить лампу, бросив ее в огненную лаву реки, тем самым освободив Барани, согласно пророчеству. Пробравшись мимо опасного стражника дракона и выйдя из пещеры, герои встречают еще одного циклопа. Синбад возвращается в пещеру, освобождает и спускает с цепи дракона. Происходит сражение двух исполинов, которые так увлечены друг другом, что не замечают прокрадывающихся мимо двух влюбленных. В конце концов победа в схватке достается дракону. Синбад и Париса убегают, но Сакура приказывает дракону выследить и убить их. Синбад направляется на пляж, где его люди приготовили гигантский арбалет, изготовленный и привезенный на корабле из Багдада. Команда по команде натягивает, а Синбад рубит тетиву. Огромная стрела вонзается в чудовище. Смертельно раненый дракон обрушивается на Сакуру, раздавливая его насмерть весом своего тела. У самого же дракона сил хватает добраться только до края пляжа, где он и издыхает. Синбад, Париса и оставшаяся команда отправляются в Багдад. Капитанская каюта наполнена фантастическими сокровищами циклопов. Барани теперь человек, который назначил себя юнгой Синбада. Продолжение следует...